Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о скуньсе что мы знаем о нем люди говорят вонючий как хорек кто сталкивался с семейством куньих или съел с малиной маленького клопа говорили что не в восторге от их запаха так вот скунс скорее всего переплюнул их всех да такой запашок может вызвать шок и у хорька и слезы далеко не радости у росомахи ведь запах такой силы что зверек может поразить вас в самый обонятельный орган и раз он такой необычный нам обязательно нужно поговорить о нем поподробнее поехали скунсы действительно прославились своей неприятной пахучестью да что уж там вонючестью поэтому только при упоминании об этом лекопитающем у многих появляется чувство отвращения а на самом деле не многие знают как и где обитает этот уникальный зверек поэтому многим будет интересно об этом узнать и начнем мы с того что у скунсов с недавнего времени появилась свое собственное семейство с одноименным названием благодаря возможности проведения исследований на генетическом уровне удалось установить что скунсы не принадлежат ни куньему семейству ни к енотовому как считалось ранее скунсы являются близкими родственниками пандового семейства правда в этом семействе только один современный вид это милашка малая или красная панда тем не менее скунсы были выделены в отдельное семейство скунсовые семейство небольшое в нем четыре рода это свиноносые скунсы полосатые пятнистые и вонючие барсуки а раз их немного давайте их покажем в род свиноносых скунсов входит южноамериканский скунс свиноносый скунс восточно-мексиканский и полуполосый скунс к роду полосатых относят мексиканского и полосатого к роду пятнистых скунсов относятся пятнистый южный, малый, пятнистый и карликовый скунсы. И остался род вонючих барсуков, а это красавец зонский и полованский вонючий барсук. В основном скунсовые обитают на просторах нового света. На территории североамериканского материка обитают полосатые скунсы. Их ареал связан с территориями, простирающимися от южных регионов Канады до северных регионов Мексики. Если брать территорию США, то здесь скунсы встречаются практически во всех штатах, за исключением Аляски. Свиноносые или свинорылые скунсы встречаются на обширных территориях, которые берут начало на юге Северной Америки и заканчиваются территорией Аргентины. Пятнистые скунсы предпочитают обитать на землях Пенсильвании и в Британской Колумбии. Это восток и запад материка. При этом их ареал также граничит с Коста-Рикой. Что касается вонючих барсуков, то их ареал связан со островными территориями Индонезии. Кто в Америке, а кому подавай южные индонезийские острова. Скунсовые приспособлены к различным условиям обитания, но в основном они живут на равнинных территориях, расположенных невдалеке от источников воды. Эти зверьки встречаются также в условиях гористой местности на высотах до 2000 метров над уровнем море, хотя их встречали и повыше. Обитают скунсы также и в условиях лесных массивов, предпочитая негустой лес. Болотистые территории эти зверьки избегают. Мал клоп да вонюч. Скунс, кстати, хоть и больше клопа, но по сути не такой уж и большой. Например, скунсы полосатые, считающиеся наиболее распространенным видом средней величины. При этом их телосложение достаточно мощное. Длина тела взрослых особей составляет порядка 25-40 см. При этом длина хвоста находится в пределах 30 см при весе от 1,5 до 5 кг. Хвост, к тому же, выглядит достаточно богато, так как шерстинки не прилегают к хвосту, а направлены в разные стороны. Конечности у зверька сравнительно корот, вооруженные слегка изогнутыми мощными когтями. На передних лапах они длиннее, так как он активно роет норы. Скунс свободно может сам рыть себе норы, хотя если предоставится такая возможность, он будет присваивать те, которые покинули другие животные. Также известно, что полосатые скунсы используют свои острые когти, чтобы разрывать гниющие бревна в поисках личинок и рыться в почве в поисках насекомых. Уши у скунса средней величины, закруглением на концах. Слух и обоняние у него хорошее, а зрение не очень. Шерстяной покров сравнительно длинный, но достаточно грубый. Как мы заметили, основной окрас шерстяного покрова представлен в черно-белых тонах. Белые широкие полосы тянутся вдоль всего тела, начиная с головы. Хвост отличается черно-белой расцветкой с хаотичным расположением рисунка. Кстати, разные особи скунсов отличаются между собой разными по величине и по протяженности белыми полосами. И полоски эти неспроста. Окраска как предостережение, не трогай и просто пройди мимо. А если кто не понял, переходим к действию. В природе у животных есть ноги, чтобы убежать, и когти и зубы, а у некоторых рога, чтобы дать сдачи. А другие имеют при себе что-то посерьезнее. Если скунса потревожить, он никогда не убегает. Но в качестве предупреждения демонстрирует защитную позу. Резким движением выгибает спину, поднимает и распушает свой хвост, громко клацая зубами и топая лапами. А иногда может встать на лапы, причем на передние. Обычно противник, если он дружит с головой, наблюдая такую картину отступает. Если же нет, или иногда по своей неопытности не сталкивался с таким чудом, продолжает проверять себя на прочность. Скунс переходит к последней фазе. Он поворачивается к врагу спиной, закидывает хвост на спину и выбрызгивает секрет желез, расположенный под хвостом с расстояния в 2-3 метра, и практически всегда точно попадая в цель. Обычно в голову, в которой чего-то не хватило, чтобы уйти пораньше. Секрет имеет отталкивающий, тошнотворный запах и крайний едок. Попадая на слизистую оболочку глаза, вызывает сильное жжение и временную слепоту. В результате незадачливый хищник несколько часов пытается прочистить свои глаза, нос и рот, а противный запах удерживается в его шерсти несколько недель. И ходи потом голодной вонючкой, потому что все знают, куда ты засунул свой нос. Эффективность такой защиты весьма велика, и хищные млекопитающие редко охотятся на скунсов. Основными врагами скунсов являются хищные птицы, виргинский филин и краснохвостый сарыч. Этим крылатым ребятам возможно наплевать на запахи, но куда деть не последнего размера совиные глаза? История умалчивает. Ведь вещества из этой жидкости при высоких концентрациях являются лакриматорами, действуют как слезоточивый газ, могут вызвать тошноту и головокружение. В очень больших концентрациях, порядка 1%, вдыхание приводит к потере сознания и теоретически может закончиться плохо. В низких концентрациях эти вещества для организма относительно безвредны, но являются крайне отталкивающим по запаху. Проблема осложняется тем, что порог восприятия, та концентрация, при которой мы отчетливо чувствуем запах вещества, составляет 10 частей на миллиард, и в основе пахнет серой, точнее сероорганическими соединениями, которые она изобилует. Химический состав этого запаха, конечно, не секрет. Первые попытки расшифровать защиту скунса на молекулярном уровне принимались еще в 1862 году. В 1886 году была опубликована работа, в которой основным компонентом запаха скунса был назван бутилмеркоптан и этантиол. Хотя это не единственные вещества в запахе скунса, да и у разных видов скунса содержание веществ различается. И если незадачливой пуме или койоту не повезло из-за чувства голода и какое-то время придется ходить вонючкой, что делать человеку, который вроде бы случайно, да и не хотел, но попал под струю, а может даже и не прямоходящий, а его незадачливый четвероногий друг, который хотел подружиться с вонючим полосатиком. Причем скунсы не боятся людей, поэтому запросто селятся рядом с человеческим жильем, в том числе и в условиях больших городов. Здесь им намного легче найти для себя пропитание. Спешим помочь. Многим, кто смотрит канал, вероятность быть обрызганным скунсом на территории Евразии невелика, ибо традиционно скунсы здесь не живут. Но вот если вы находитесь в новом свете, то другое дело, хотя и для этого тоже надо постараться, ведь скунс очень редко использует свое тайное химическое оружие. Кстати, традиционно считается, что скунси аромат может быть удален с помощью томатного сока. Этот способ, конечно, работает, но не так, как хотелось бы. Наверное, каждый замечал за собой, как попадая в шумное помещение, мы через какое-то время перестаем замечать этот шум. Попадая в помещение, в котором пахнет, к примеру, краской, мы через какое-то время перестаем замечать этот запах. Так же происходит и со скунсом. Постирав вонючую вещь с томатным соком, мы перестаем чувствовать запах скунса, источаемый вещью, но отчетливо чувствуем запах томатного сока. По сути вещь пахнет и соком и скунсом. Да и как она выглядит – это уже другой вопрос. Оптимально лучше постирать вещь с перекисью водорода или отбеливателем, потому что образующаяся в реакции сульфокислота практически не пахнет и хорошо растворима в воде, поэтому в процессе полоскания смывается. С запахами разобрались. Переходим к тому, чем питается сам скунс. Несмотря на тот факт, что скунсы представляют хищных млекопитающих, в их рацион питания входит разнообразная пища как животного, так и растительного происхождения. То есть они всеядны. Меню скунсов состоит из белок и молодых кроликов, из землероек и мышей. Это если догонит. Из присмыкающихся могут одолеть змею, да и к яду есть какой-никакой иммунитет. Туда же скорпионов. Скунс любитель земноводных, червей и кузнечиков. Ест личинок всевозможных насекомых, да и яйцами различных пернатых не прочь перекусить. А если попался улей диких пчел, то это просто повезло. Скунсы сластеные еще те, съедят и мед, и соты, ну и пчел. Кроме объектов пропитания животного происхождения, зверьки питаются также овощами и фруктами, зерновыми, орехами, побегами растений и листьями. В случае острого голода скунсовые не откажутся и отпадали. Проживая рядом с человеческим жильем, они с удовольствием посещают различные свалки, находя там пищевые отходы. И есть это все лучше, когда никто не видит. С наступлением сумерек эти животные отправляются на поиски пропитания. В чем им помогает острый слух и тонкий нюх. Если скунс встретит на своем пути потенциальную добычу, то он будет рыть землю, ворошить листву, раздвигать камни. На грызунов они нападают, совершая точные прыжки. Если пойманная жертва обладает толстой кожей или у нее имеются колючки, скунс сначала ее покатает по земле и лишь потом приступает к трапезе. Некоторые разновидности скунсов комфортно чувствуют себя и в кронах деревьев. При этом практически все разновидности отлично плавают. Скунсы, ареал которых связан с северными регионами, с началом осени начинают запасать жирок, чтобы зимовка оказалась не столь трудной. Хотя скунсы не впадают в состояние анабиоза, она же спячка. С наступлением зимних холодов их активность заметно падает, они не покидают своих убежищ до наступления теплых дней. Зиму не проводят в обществе нескольких самочек. С наступлением весеннего тепла эти животные предпочитают держаться обособленно. Все скунсы не имеют четко выраженной территории обитания, поэтому для них несвойственно ставить метки, обозначая границы своих владений. Каждая самка охотится на территорию площадью не больше 5 квадратных километров, в то время как площадь, занимаемая одним самцом, побольше. После достижения одного года жизни скунсы становятся половозрелыми и готовы к размножению. Период размножения начинается ранней весной, а иногда и в конце февраля. Длится он около трех месяцев. В этот период самцы ведут себя достаточно агрессивно, вступая в поединки с другими претендентами на лапку дамы. Причем химическое оружие в ход не идет. И за что они борются, кстати, непонятно. Ведь у самцов в этот период самочка не одна, поэтому их называют полигамными животными. Возможно за самых красивых. И после игрищ самки и самцы остаются при своих интересах, поэтому появление будущего потомства, его вскармливание и воспитание ложится на плечи самочек. Самка вынашивает скунся от 1 до 2 месяцев. Кстати, самочка может быть не готова к преждевременному рождению из-за ненабранного веса. Именно поэтому скунсовые, как кстати и куньи, обладают возможностью задерживать развитие эмбриона. И если все хорошо, на свет появляются от 3 до 7 детенышей. Каждый новорожденный весит не более 20 грамм. При этом они не видят и не слышат. Их кожа как бархатная, при этом расцветка как у взрослых особей. По истечению двух недель после появления на свет детеныши начинают видеть и слышать. А еще через пару недель они уже могут вставать в позу самозащиты. Уже в полуторамесячном возрасте детеныши могут пользоваться своим основным оружием — зловонным секретом. Где-то в двухмесячном возрасте молодые скунсы начинают пробовать взрослую пищу. Первую зиму они проводят в норе своей матери, а следующую зиму им придется искать свое собственное жилище. Обитая в условиях дикой природы, эти млекопитающие живут около 4 лет. А вот в условиях неволи они могут прожить и до 10. Природа сурова и много молодых скунсов погибает в первый год жизни. По данным специалистов, после первой зимовки выживает не более 10% молодняка. И на самом деле скунс, если его не обижать и не доводить до истерики, чисто плотное и спокойное животное. Нрав у скунса достаточно покладистый, поэтому зверькам можно приручить, что многие любители экзотики и делают. Владельцы подобных домашних любимцев утверждают, что скунсы идеально подходят для домашнего содержания. Со временем они становятся настоящими друзьями для всего домашнего семейства. Человек постоянно внедряется в живую природу, вытесняя ее жителей из их территорий, чем наносит не менее серьезный ущерб жизнедеятельности многих животных, в том числе и скунсов. Все больше особей погибают под колесами автомобильного транспорта, который движется по вновь построенным автомобильным трассам. Скунсы, являясь переносчиками некоторых опасных заболеваний, сами от них и погибают. Несмотря на множество негативных моментов, которые снижают численность этих животных, общая численность этих зверьков не вызывает опасений у специалистов. Кроме того, что скунсы неприхотливые животные, в любом понимании, они способны обитать в различных ландшафтных условиях, питаясь, как говорится, тем, что Бог послал. Не стоит сбрасывать со счетов, и главное оружие скунсов, их неприятный секрет, поэтому многие хищники стараются обойти стороной это животное. И если это человек, то пусть готовит перекись или томатный сок. На самом же деле у человечества всегда должно быть понимание, что это уникальное млекопитающее. И скунсы приносят ощутимую пользу, поедая различных грызунов и насекомых. Они, как и множество других обитателей, занимают очень важное место среди тех, кто регулирует баланс экосистемы на нашей планете. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.